Казань, Россия – очень контрастный город, в котором сочетаются оригинальные русские культурные традиции и татарский менталитет. Многие русские, которые приезжают в Казань, чтобы исследовать город, чувствуют себя иностранцами. Местные люди свято уважают древние традиции и не забывают об их происхождении. Год основания города – 1005. Новые археологические находки показывают, что Казань на несколько десятков лет старше. Казанский Кремль – главная достопримечательность города, которая была построена во времена правления Ивана Грозного. Он был построен смоленскими мастерами, которые в то время считались лучшими каменщиками. Казань известна как третья столица России, поэтому следует ожидать, что цены на жилье, еду и развлечения максимально высокие, если сравнивать с такими городами, как Кисловодск, Пятигорск или Волгоград. Он расположен между Европой и Азией. Это мирное сочетание мусульманской и христианской культуры. Не все жители Казани – русские. Более половины населения – татары. Официальной религией в Казани является православное христианство и ислам. Люди в Казани говорят как на татарском, так и на русском языках. Многие молодые люди говорят по-английски. Дети также изучают в школах три языка. В этом городе все понимают на русском языке. Туристам предлагают загрузить на смартфон, Яндекс или Гугл-карту, чтобы с легкостью найти достопримечательности, отель, места для развлечений и рестораны. Карта Казани позволит с легкостью найти любое общественное место в городе. Мусульмане в Казани иногда пьют алкогольные напитки. Поэтому здесь даже мусульманам предлагают выпить в кафе или барах. Рубль – основная валюта. Казани имеет типичный российский климат. Зимы холодные с большим количеством снега. Июль и август – самые теплые месяцы. При входе в чужой дом, отель или апартамент несомненно следует снять обувь. Русские не носят наружную обувь в помещении, включая определенные туристические достопримечательности, особенно зимой во время дождливого сезона, осень и весна. Поэтому следует брать с собой некоторые «бахели», пластиковые ботинки. Их можно купить за три рубля возле входа у определенного здания. По сравнению с другими городами, большинство из которых принадлежат России, Татарстан, республика входит в состав Российской Федерации, имеет огромное мусульманское большинство. Результат – совокупность религий и культур. Одним из наиболее интересных кремлинов, на территории России, является тот, который находится в Казани. Разнообразие религий нигде так не рассматривается как в этом удивительном городе. Здесь турист может посетить православную церковь, в том же комплексе, где находится мечеть. Не следует пропустить экскурсию в поразительную мечеть, название которого – Кул Шариф. Многие приезжие гости считают мечеть одной из самых красивых в мире как внутри, так и снаружи. Обратите внимание, посещая Кремль днем, гость может пройти через стены и насладиться прекрасным видом через смотровые башни. На противоположной стороне Кремля можно найти Благовещенский собор и склонную Сейумбайк Тауэ. Эти два сооружения вместе образуют прекрасный ансамбль богато украшенных зданий. Турист могут показать мост, улица Декабристов. С этой стороны центральной части города гости могут оценить прекрасный вид на Кремль. Еще лучше – подняться на колесо обозрения из парка «Кэрли» на северной стороне города, чтобы сделать красивые фотографии Кремля с высокой точки на память. Как доехать до Казани гостям предлагают различные экскурсионные туры, чтобы изучить исторические памятники, церкви, храмы. Казань богат своей необычной архитектурой. Прибыв в этот удивительный город, турист должен обязательно посмотреть лучшие места. Карта достопримечательностей Казани позволит изучить главные достопримечательности – музеи, отели, рестораны и дыре. Интересно, Кремль – это большая татарская крепость является настоящей изюминкой Казани и отличается от многих других кремлинов не из-за того, что комплекс содержит мечеть, а также обычные православные церкви. Мечеть Кул-Шариф – строительство было завершено только в 2005 году. Этот комплекс построили для того, чтобы символизировать гармонию в многокультурном Татарстане. Крепость построена в турецком стиле и включает в себя музей, который находится в подземной части. Благовещенские соборы Башни Суюмбики имеют красивую архитектуру в стенах Кремля. Государственный эрмитаж в Казани, также в Кремле и филиал в Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Государственный музей татарского государства – реконструкция была завершена к тысячелетнему юбилею города в 2005 году. Для изучения древней истории музея, лучше всего сходить с гидом. Улица Баумана – главная улица у Кремля, это популярное место как среди местных жителей, так и туристов. Советский музей. Этот интересный маленький музей является важной достопримечательностью города. Комплекс открыт для всех, кто интересуется советскими памятными вещами. Кроме этого, гости столицы республики Татарстан могут обратиться в туристический местный центр и заказать поездку в ближайшие маленькие города. Гости, приехавшие в Казань, могут посмотреть достопримечательности города на карте. С помощью этой карты турист может составить подробный маршрут и распечатать его на бумаге. Очень часто мобильные устройства разряжаются и, соответственно, можно потеряться в районе. А распечатка станет лучшей подсказкой в чужом городе. Важно! Путешественники, которые исследуют места у центра Казани потребуется следующая карта. Экскурсии по Казани. Официальный сайт около 30 километров от Казани находится Монастырь Раифа, расположенный в Волжско-Камском заповеднике. Этот заповедник, охраняемый ЮНЕСКО, расположен в притоках Волги, Камы и Мёши. Заповедник состоит из трех разных соборов, каждый из которых украшен декоративными элементами и иконами. Посетив древнюю деревню, путешественники могут насладиться красотой Татарстана и спокойствием этого места. Самый крупный монастырь в Татарстане, основан в 1600-х годах, он был закрыт в советское время. Открылся монастырь лишь в 1991 году. Здесь нужно посмотреть на эксцентричный и красочный храм всех верующих. Куда сходить в Казани приезжим гостям рекомендуют ехать на остров Свияжск, чтобы почувствовать прекрасную удаленность Татарстана. Регион, несмотря на то, что он связан с материком, находится на стыке рек Волги и Свияж. Расстояние от Казани составляет 60 километров. Основанная в 1551 году как крепость и построенная в течение четырех недель, она сыграла ключевую роль в победе Ивана Грозного над Казанским ханством. Сегодня Свияжск – небольшая живописная деревня, в которую входят Успенский собор и монастырь, включенный в список всемирного наследия. После осмотра достопримечательностей можно организовать пикник в спокойном уголке. Общественный транспорт хорошо развит в Казани. В столичном регионе функционирует даже метро, и включает 10 станций. Как правило, добраться до поселка можно на автобусе. Важно, в летний сезон путешественникам предлагают теплоход. Интерактивный адрес компании, которая организует экскурсии на теплоходе, указан на сайте. Это место является причудливым старым торговым городом в 210 километрах от Казани на берегу реки Камы. Отсутствие железнодорожного вокзала означало, что город сохранил много своего прошлого очарования. Поэтому здесь находятся роскошные особняки и архитектура XIX века. Кроме этого, в старом городке построили новые сооружения, такие как памятники дворнику, полицейскому, самовар, традиционное судно, используемое для заваривания чая. Есть также музеи, посвященные местным художникам, а также единственному участнице женщине, которая служила на войне 1812 года, Надежда Дурова. Древняя столица региона Болгар располагается примерно в 130 километрах от Казани вдоль Волги. Здесь находится множество достопримечательностей всемирного наследия. Болгар являлась также столицей автономного государства в Золотой Орде в VIII веке. Этот поселок сохранился как исламский город во время Золотой Орды, Казанского ханства. Мусульмане со всего Татарстана и России, которые не могли совершить паломничество в Мекку, пребывали в Болгар. Здесь можно открыть для себя средневековое величие и насладиться соблазнительной природой. С наступлением осени, стоимость билетов на авиаперелеты значительно снижается. Чтобы запланировать поездку в Казань, необходимо воспользоваться поисковыми системами, которые регулярно предлагают спецпредложения. Как правило, опытные путешественники посещают такие сайты, как TripAdvisor, Avisalus, Skyscanner и Dere. На большинство направлений авиакомпании предлагают выгодные цены. К преимуществам путешествия осенью в Казань можно отнести приятные погодные условия. В сентябре или октябре можно организовать экскурсии по старинным и древним городам Казани. Вблизи от столицы Татарстан находятся маленькие деревушки, которые хранят древнейшие наследия государства. Для тех, кого интересует архитектура, Болгар – это идеальное место для изучения старинных зданий и исторических памятников. Обратите внимание, на данной карте можно найти Казань, располагающий рядом с городами, который следует непременно посетить. К недостаткам путешествия можно отнести тот факт, что в осенние дни некоторые рестораны, кафе, музеи, национальные парки или церкви закрываются слишком рано. Соответственно, туристу придется искать альтернативные места для развлечений. В завершение следует отметить, что для того, чтобы повидать мир, необходимо заказать лучшие туры на сайте. Гостям предлагают комфортабельный туристический автобус, который помчит по тропам великих князей. Маршрут составляется в зависимости от предпочтений гостей и финансовых возможностей. Для некоторых предоставляется гостиница на одну ночь. Соответственно, стоимость за экскурсионный тур увеличивается. Другие предпочитают брать дом в аренду.